Всем привет! Овсянку можно любить или не любить, но относиться к ней нужно с уважением. Возможно, вы просто не нашли пока именно ваш рецепт. Предлагаю вам сегодня три интересных и нестандартных рецепта каши из овсянки. Итак, первый рецепт. Шоколадная овсянка на миндальном молоке. Миндальное молоко совсем несложно приготовить в домашних условиях. Для этого стакан сушеного миндаля заливаем кипятком и оставляем на 15-20 минут. После этого кожица с орешков будет очень легко сниматься. Можно, конечно, и не снимать ее, но тогда молоко получится несколько темнее по цвету. Очищенный миндаль заливаем холодной водой и оставляем на ночь. У меня он стоял 12 часов. Вот так орешки белеют и разбухают. Слегка обсушиваем его и перекладываем в чашу блендера. Наливаем стакан воды и в течение 2-3 минут измельчаем блендером. Доливаем еще 2 стакана воды и включаем блендер еще на 30-40 секунд. Полученную массу процеживаем через хлопчатобумажную ткань или марлю, сложенную в 3-4 слоя. Хорошо отжимаем. Измельченный отжатый миндаль не выбрасывайте. Его можно использовать в смузи, в десерты. Просто немного посушить его ровным тонким слоем. Из полученного миндального молока нам понадобится 450-500 мл. В кастрюльку засыпаем овсяные хлопья долгой варки не менее 15 минут. Наливаем миндальное молоко. Я добавила сироп топинамбура. Вы можете взять любой подсластитель на ваш вкус. Чтобы наша овсянка стала шоколадной, добавляем какао. Варим кашу на медленном огне около 10 минут. Добавляем размороженную вишню. Если у вас свежая есть, конечно же, кладите ее. И варим до готовности еще 5 минут. При подаче добавьте к овсянке столовую ложку греческого йогурта. И украсьте мелко нарезанным миндалем. Шоколадная нежнейшая овсянка с легкой кислинкой вишни. Это просто сказка! Второй рецепт. Овсянка со шпинатом и яйцом. Для приготовления этой каши я использую овощной бульон. Готовлю его так. В кастрюлю наливаю 2 литра воды. Кладу несколько морковок и стебель сельдерея. Нарезаю я их произвольными кусками. Репчатый лук мою и кладу целиком. Шелуха придаст золотистость бульону. Добавляю сушеный корень петрушки. Если есть свежий, конечно же, кладите его. Можно положить томат, разрезанный на несколько частей, или несколько помидоров черри. Через 30 минут добавляю зубчик чеснока, пару лавровых листов, несколько горошин черного перца и зелень укропа и петрушки. Варю бульон еще 15-20 минут. Я его не солю. Если не используете весь бульон сразу, его можно смело замораживать в удобных емкостях. В кастрюлю насыпаем овсяные хлопья долгой варки и наливаем овощной бульон. Я беру горячий. Варю кашу на медленном огне 10 минут. В это время на капле оливкового масла слегка фуссирую шпинат и добавляю его в кашу. По вкусу добавляю соль. Помним, что бульон у нас был не соленый. Еще 2-3 минуты и каша готова. На небольшом количестве оливкового масла жарю яичницу глазунью. На каждую порцию беру по одному яйцу и выкладываю готовую глазунью сверху каши. Для аромата посыпаю сверху свежими листьями тимьяна. Если нет свежего, воспользуйтесь сушеным. Приготовив такую овсянку, вы получите отличный, полноценный и ароматный завтрак, а также заряд энергии на весь день. Третий рецепт – овсянка со вкусом морковного торта. Эту овсянку я варю вполне традиционным способом. Овсяные хлопья засыпаю в кастрюлю, доливаю в равных долях молоко и воду. После закипания добавляю морковь, натертую на мелкой терке. Для сладости я использую сироп топинамбура. Вы можете взять, например, мед. Добавляю экстракт ванили, немного темного изюма без косточек. Можно взять, конечно же, и светлый, а также измельченные грецкие орехи. Варю кашу на медленном огне при слабом кипении 10 минут. Всыпаю молотую корицу и измельченный сушеный имбирь. Варю овсянку еще 2-3 минуты и, закрыв крышкой, даю ей настояться и пропитаться всеми вкусами и ароматами 5-10 минут. Готовую кашу украшаю свежей морковью и измельченным грецким орехом. Очень жаль, что еще не придумали возможность передачи ароматов вместе с видео. Какая же эта каша ароматная? Сочетание корицы, имбиря и ванили никого не оставит равнодушным. Пишите комментарии, какую кашу варите вы. Надеюсь, это видео было вам полезным. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok